Привет, друзья! С вами Илья. И сегодня у нас обзор по стиральной машинке LG с прямым приводом. Сегодня мы отремонтируем, посмотрим эту машинку, посмотрим, с какой ошибкой пришла эта машинка и отремонтирую её. В принципе, всё. Поехали! Друзья, вот она у нас машинка. Друзья, моделька у нас идёт F1029SDR. Это очень прямой привод. Друзья, какая у нас здесь проблема? У нас здесь проблема с двигателем. Вот. Сейчас я более подробно объясню. То есть, ставим мы сейчас на стирку. 30 градусов. Вот. Начинает заливаться вода. Вот. Вода зальётся до нужного уровня, и у нас она формирует ошибку. Ошибки двигателя следующие бывают. LE, OE и CE. Вот. Все они могут обозначать разное. Видите, да, как у нас клинит мотор? Подклинивает. Такой неприятный звук. О, вот оно. То есть, мотор должен крутиться, а его блокирует, и он в одну сторону чуть-чуть прокрутится, и такой звук неприятный. Слышно, да, как у нас крутится? Ну, мы не будем насиловать машинку. Нажмём. То есть, у нас через какое-то время появляется ошибка. CE, по-моему. Вот. Потому что я её не видел, не хочу машину насиловать. Через какое-то время она появляется. В общем, это ошибка. Вот. Это обозначает у нас или заклинивание мотора, или выхода из строя самого датчика попадания воды в колодку. Выхода из строя датчика холла, выхода из строя самого электронного модуля, там, этого пускового контроллера или обвязки. Вот. Это всё может быть. И сейчас мы будем разбираться, в чём у нас вот непосредственно здесь проблема. Вот. Машинка подошла только что. Я ещё и не разбирал, не смотрел. Вот, друзья, сейчас мы всё это будем решать. Друзья, машинка у нас подошла с ошибочкой не CE, а LE. То есть, там, хозяйка не запомнила неправильно, сказала CE. Но, это ничего страшного, про CE я тоже расскажу ошибочку про эту. И UE, и CE сегодня обсужу. У нас эта машинка подошла с LE. То есть, эта поправочка такая небольшая, потому что сейчас сама женщина звонила, говорит, говорит, Илья, там не CE. Потому что я отправил сообщение, чтобы уточнить. Вот. Что мы делаем? Первым делом мы сразу смотрим, это у нас ошибка по двигателю. И первым делом мы сразу будем смотреть двигатель. То есть, мы сейчас снимем заднюю крышку этой машинки. Вот здесь. И будем смотреть, что мы в первую очередь, нам нужно посмотреть. Обязательно надо посмотреть, есть ли подтёки. Потому что очень часто бывает, что если выпадёт какая-то вода, когда подтекает это сальник, с подшипника течёт, ржавая вода выпадает на колодку. Тоже будут различные ошибки. Мы также посмотрим, подклинивает ли у нас подшипник. Вот. Ну, подшипник здесь, в принципе, подшипники здесь хорошие. Я уже это посмотрел. Они идеальные. Я бы сказал так. То есть, машинка в состоянии подшипников не нуждается. Вот. И я снимаю крышку сейчас. Друзья, вот у нас сам двигатель. Что мы здесь? Здесь, в принципе, у нас всё чистенько. Подтёков никаких нет. Видно, что вроде когда-то меняли подшипники. Потому что здесь была ржавчина, но её видно, что помыли. То есть, бак мыли когда-то. Всё, хомутики поставили. Хомутики уже такие нештатные. Но мастер хорошо сделал. В целом, да, видно, что бак мытый когда-то делали подшипники. Вот, что мы сейчас будем сделать. Мы первым делом будем смотреть, конечно, двигатель. Потому что у нас ошибка двигателя. И первым делом, конечно, у нас смотрится сам двигатель. Сейчас мы будем его снимать. Вот здесь тоже есть определённая специфика по съёму двигателя. То есть, нам нужно взять головку, по-моему, здесь на 17 или на 18. Вот. И будем подклинивать это. Будем фиксировать сам вот этот маховик и снимать. Что нам нужно для снятия? Это вот вороток. Вот такое удлинение. И такая небольшая шлицевая отвертка. Я объясню, зачем. Зафиксировать её нужно правильно. Видите? Там вот болтик вот такой. Вот их 6 штук. Вон, в промежутке его видно. Вот именно за него мы сейчас вот таким образом просовываем и туда фиксируем. Понятно, да? Вот этот болтик. Вот так вот туда задевая. Видите, да? Ни в коем случае нельзя фиксировать с помощью вот в этой катушке. Потому что, я не знаю, попадались мне такие мастера, которые фиксируют эти катушки. Друзья, ну вы сумасшедшие просто. Ну нельзя так делать. Гнёте, вы их портите, двигатели. Вот. Ну, я даже потом расскажу, какие ошибки бывают, если вы их испортите. Вот так всё мы фиксируем и, соответственно, откручиваем вот этот болт. Откручивать одному довольно-таки неудобно. Если есть возможность, спросите, чтобы вам зафиксировали и подержали. Но я уже привык откручивать один. То есть я коленкой упираю отвертку в болт, фиксирую рукой и откручиваю. Есть. Вот и снимаем болт и сам магнитный ротор. Сняли его. Видно, да? Вон, да, видно, видно. У нас когда-то, конечно, он был жаренький, подтекал. Но здесь у нас всё чисто. Всё чисто, всё чисто. Да, как я и сказала, что когда-то перебирали. Видно, что когда-то подтекало подшипник. Вот здесь у нас новый, вот здесь у нас новый стоит. И мастер молодец, всё, он почистил как. Так, что мы делаем дальше? Дальше, конечно, можно посмотреть. Может, вода попадала у нас в колодки. Вот. Вот здесь, по-моему, у нас есть, когда-то жарченко чуть-чуть есть. Здесь чистая. Вот у нас сам датчик. Датчик холла. Вот он вот нам, по-моему, не нужен. Первым делом мы, конечно, смотрим все колодки. Вот мы сейчас будем её снимать, потому что там защёлочка с той стороны. И защёлочку эту, именно саму колодку, мы будем смотреть. Сейчас нам нужно будет снять раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть болтов. И мы сейчас раскрутим и посмотрим, сам вы видите. Здесь головка на 10, мы откручиваем. Так, всё, открутили мы его, теперь его снимаем. Так, вот мы видим саму колодку, которая идёт на датчик холла и на двигатель. Вот она. У нас видно, видно, что чуть-чуть ржавчина попадала, но это старая. Вот. И гребёнка самого двигателя, она чистая. Друзья, ошибка очень часто появляется именно за датчика холла. Вот. Там в целом, в принципе, видно, что залит компаундом вот здесь. Но схемка очень довольно-таки простая. Там резисторная обвязка и несколько, скажем так, транзисторов. Вот. Можно чисто технически, конечно, всё её ремонтировать, снять. Но в основном у нас такие люди, что нас не ценят. Труд мастеров. И нам легче, и на всем, как мастерам, менять их целиком. Потому что если ты меняешь пару транзисторов, нас считают, что твоя работа ничего не должна стоить. К сожалению, да. Вот. Ну, будет видео, наверное, я всё-таки вам покажу, как ремонтировать этот датчик холла. Наверное, может быть, вам интересно. Там сложно ничего нету сразу. Повторюсь. Вот. Сейчас мы его поменяем, потому что ошибка LE, она связана именно на 95% с датчиком холла. Вот с этим датчиком. Всё. Мы его сейчас меняем. Вот, друзья, у нас целая куча датчиков разных производителей. Они, как сказать, они, есть, некоторые, скажем, различия в корпусах, но в целом, в принципе, свойства у них, в принципе, один и тоже. Вот. Вот. ОТОЖИ, у нас маркировка 200, 2001 B, 2001 A. Вот. Видно, да? Вот они целая куча датчиков. Берём один из них и, как это мы, конечно, меняем. Меняется он довольно-таки просто. Сейчас я вам покажу. Здесь у нас есть такой язычок, вот с этой стороны. То есть мы его чуть-чуть отгибаем, и датчик у нас выходит вверх. С этой стороны. Сейчас, секундочку. Вот он, да? Видите, да? Всё выходит у нас легко. Вот. У него здесь есть маркировочка у этого датчика. Вот она, наклеечка. Вот именно по ней и подбирать этот датчик. Вот. Маркировки здесь именно по верхней, по верхним цифрам. То есть 651-6501-KW-2001-A. И, соответственно, вставим новый датчик. И сейчас мы будем, конечно, вставить это всё, проверять. Вот. И сразу могу сказать, давайте сразу проговорим про ошибки. Попадалась ошибка у нас CE. CE ошибка связана... Друзья, попадалась у нас ошибка CE. Она связана именно с заклиниванием самого мотора, повреждения обмоток. Так же бывает, что именно заливание колодки и непосредственно выхода из строя самого контроллера управления вот этим двигателем. Вот. Так же ошибка была из-за того, что именно фиксировали при раскручивании двигателя именно в этих катушках. Вот. И было ещё, что двигатель поставили, перебирали подшипники, поставили двигатель. И там есть такая скобка, её забыли закрепить. И этими проводами, именно самим ротором перетёрло эти провода, тоже замкнуло, вышло у нас из строя. Приносили вот этот контроллер, меняли. Вот это именно уже человеческий фактор, скажем так. Есть ещё такая ошибка по двигателю, связанная как OE. Мне встречалась она два раза, она оба раза была вызвана дисбалансом. Вот. И писал один мастер, что была тоже ошибка вот этой OE. И пришлось, по-моему, там обнулять до заводских настроек, сбрасывать, то есть делать ресет от самого контроллера. Потому что ошибку никак не могли убрать. Ну, таким образом, конечно, её сбросили. Потому что ещё интересно добавить. То же OE бывает, там, O большая и O маленькая, а есть O большая и O маленькая. И я, как понимаю, что это именно связано именно с большим дисбалансом или с маленьким. Вот. Ну, я так предполагаю, потому что мне ещё раз, говорю, попадалось вот это OE только два раза. Вот в моей практике это довольно-таки редкая ошибка именно для мастера зафиксировать и увидеть её. Ну, по словам клиентов, конечно, говорили. Вот. Мы поставили датчик холла. Сейчас мы проверим. Поставим машинку, закрепим. Мы посмотрим, ушла ли у нас ошибочка вот эта вот. Вот. И всё делаем, конечно, последовательно. Ничуть никуда не торопимся, чтобы обязательно закрепить все провода. Всё поставить, всё протянуть. Друзья, вот тоже маленький такой была у мастера проблема. Особенно для мастеров и для львы здесь идут магнитные магниты в магнитном роторе. Очень часто бывает. Разбирают машинку, болтики накидают. Было такое, что прилип маленький саморез, мастер не заметил, поставил его. Конечно, вот этим саморезом там всё поломало. Магниты здесь поломало. Будьте внимательны. Это магниты, друзья. Видите, у нас прилипает. Чтобы в роторе ничего не попадало. Никаких посторонних предметов. Потому что расстояние между катушками ротора, оно очень маленькое. Но нужно это учитывать обязательно. Всё, мы производим сборку. Сейчас посмотрим, ушла ли у нас ошибка. Вот всё у нас заработало. Всё закрутилось, завертелось. Видите, проблем никаких нет. Круги с обе стороны. Никаких звуков у нас нет. Спасибо. Машинка работает у нас идеально. Идеально. Друзья, в принципе, всё. Машинку отремонтировали, датчик поменяли. Желательно машинку проверять именно с нагрузкой. Потому что бывает, что такая проблема. ЛЕ очень часто появляется именно с нагрузкой. В принципе, всё. Кому понравился палец вверх, подписывайтесь на канал. На сегодня всё. Все ссылочки будут в описании. Всем пока-пока. Подведём итоги. С прошлого видео выбрал я один из комментариев. Это у нас Александр Санкандро. Вот твой комментарий, друг. Тебе 500 рублей. Комментарий твой очень хороший. Мне очень понравился. Закрепил его вверху. Вот, друзья, что я хочу. Хочу вас поздравить всех с Новым годом. Хочу пожелать вам здоровья, успехов, реализации всех ваших идей и планов. Друзья, самое главное всё равно здоровья. Здоровья вам и ваших близких. Потому что если не будет здоровья, то уже второстепенные планы нам уже будут не нужны. Успехов вам в этом году. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok